Продолжение следует... ...которые, так или иначе, ты играешь в плей-офф Еврокубка. Да, тем более, еще раз скажем, это уже последний раунд квалификации. Сегодня мы узнаем всех участников Лиги Европы. Завтра будет Жеребьев, Куасси. О нем мне доводилось слышать очень много добрых, хороших слов еще два года назад, когда он был в молодежке Краснодара, то есть он практически с самых юных лет воспитывается. Поэтому надо думать, что вот этот игрок левой бровки, безусловно, тот человек, который способен что-то придумать. По крайней мере, так показалось по первому матчу между этими командами. Что касается состава албанской команды, то здесь, собственно, легионерами в полной мере являются три человека. Это Судико Танда, вице-чемпион. Краснодар пытается установить... Пока у игры так и не... Если что так, ну вот сегодня можно сказать, что Краснодар в еврокубковой форме. Да, и Краснодар в очень хорошей форме, потому что во всех матчах этого сезона команда забивает. Исключение только игра против московского «Спартака». И она случилась как раз после первого противостояния с сегодняшним «Защитник», потому что покинул коллектив совсем недавно исланец Рагнер Сигурцин, который подписал контракт с танком Вячеслав под «Березки». Смещается в центральную зону и делает передачу сквозь несколько линий обороны команды «Партизан». И если бы междулетел до «Ари», было бы действительно очень интересно. Краснодар прессингует. Обратите внимание, как действует Пиреэра, где Жуазиню, где находится «Ари». Себе... Приручил. Ну, так и должно. Так и должно было произойти, потому что все-таки у Краснодара значительно выше класса. Футболисты. Мы видим, что сегодня, если говорить о тактическом расположении, Торбинский не играет на позиции лево-форварда, как это было в матче против «Спартака». Вот сейчас Торбинский принимает мяч в центре поля. То есть он в тройке центральных полузащитников рядом с Маурисио Перейрой располагается. И Эбоэ может быть в глобальном, что ли, понимании, когда мы, Краснодар, уже все меньше и меньше делаем, скажем так, сносок на юность команды, в смысле клуба, на оговорке, что вот, это бывает, это все-таки Еврокубки. Здесь такое отношение не прокатит. Все-таки Краснодар с большим очень запасом сюда приехал. И ожидать от него феерической игры, наверное, выдумывает. Ну и, опять же, отсутствие сыгранности у этого состава. Это тоже важно довольно. Представили за пару минут до того момента, как команда отправится на перерыв. Быстров. Вот Березки. Появление в команде «Партизане» состоялось совсем недавно. Он выступал лишь в Аргенте. Гранд Хест. Передача на Эбоэ Куасси. Перевод на левый фланг. Петров в одно касание. Здорово здесь может... В Ростове уже прекрасно знают. У ЦСКА группа... Завтра. Завтра днем. Да, сегодня вечером определятся все участники групповой этапа Лиги Европы. Ну а завтра уже пройдет «Жеребьевка». Кстати, обязательно смотрите ее. «Жеребьевка Лиги Европы». Интересна нам ничуть не в меньшей степени, нежели Лиги Чемпионов. Еще и тот турнир, где на определенной стадии встречаются команды вроде Ливерпуля и Дортмундской Баруси. Так что здесь играть престижно. Впечатлился игрой албанцев и показал, что он тоже так умеет. Здорово защитника. И в атаке оказывалось не так уж часто. Может быть и в этом тоже причина. Ну и, конечно, усталость. Смещался в центр и разыскивал колеба Экубана. Ну, молодец. Барди, он хорошо задумал эту передачу. Да, не прошла. Здесь мы уже похвалим игрока Краснодара, который бросился на этот мяч. Но мыслил прогрессивно одиннадцатый номер противостояния. Мы видим, как действует Торбинский, Жоу Зиньо. Это попытка организовать прессинг. Причем не около своей штрафной площади, а даже... Бартынович здесь не позволил себе ошибиться. Здорово сыграл Куасси. В общем, это был уже красивый венец той победы. И такое ощущение, что и для Краснодара, и партизан, и ответный матч, он как будто бы...